Закон по кардинальному улучшению предпринимательской деятельности, принятый в 2014 году, по мнению экспертов, станет новой ступенью в развитии казахстанской промышленности. Дополнительное финансирование и обеспечение госзакупок открывают новые перспективы для представителей малого и среднего бизнеса. Тесная работа с институтами развития, с которыми мы работаем и с банками, есть у нас меморандум заключенный. И все это, естественно, сказывается на хороших результатах деятельности МСБ города. Я бы просил внимательно еще раз посмотреть, какие товары мы можем производить взамен тех, которые импортируются из-за рубежа, с тем, чтобы загружать наши предприятия и сохранить рабочие места. Сейчас решается вопрос о выделении дополнительных 200 миллиардов тенге из республиканского бюджета, чтобы дать новый импульс развитию бизнеса в непростое для мировой экономики время. Часть средств направят на обеспечение рынка сбыта отечественных товаров. Эти деньги по предварительным нашим договоренностям будут переводиваться Национальной палатой предпринимателей с тем, чтобы Национальная палата пришла в торговую сеть и арендовала полки для наших производителей. Можем, например, отдельно написать казахстанский продукт. И вот этот зал полностью наш. Аренду взяли мы на себя. Неделю назад Министерством юстиции РК презентован Кодекс предпринимателей. Документ призван закрепить права и обязанности бизнесменов, а также усилить взаимодействие с государством. Положение включает не только практические изменения в деятельности МСБ, но и устранение бюрократических препятствий при регистрации предприятий строительстве и проведении коммуникаций. Полностью исключена необходимость получения разрешения на подключение территориального департамента комитета атомно-энергетической надзоры. Данная процедура ранее занимала порядка 20 дней. Стоит отметить, основные поступления в городской бюджет идут именно от МСБ. К примеру, в прошлом году этот сектор обеспечил 66% всех налогов и сборов. На сегодняшний день в данном сегменте задействовано свыше полумиллиона человек. Растет и объем кредитования. В прошлом году оно увеличилось на 34% по сравнению с 2013 годом и составило более 470 миллиардов тенге.